Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle. Я с этим телефоном съездил на отдых на Кипр. Это Huawei P30 Pro. Привез оттуда много хорошего настроения и много красивых фотографий. Телефон позиционируется производителем как флагман высокого уровня, как камерафон, разумеется, потому что предыдущее поколение Huawei P20 Pro многие, очень многие, и журналисты, и обычные пользователи окрестили одним из лучших, либо даже лучшим камерафоном. Но мы не будем их еще сравнивать, к тому же у меня его на руках нет. Сосредотачиваемся на Huawei P30 Pro. Я расскажу все, что о нем выяснил. Плюсы, минусы, особенностей здесь всего хватает. Поэтому приятного просмотра. Начинаем! Комплект у смартфона достаточно богатый. Судите сами. Есть и наушники. Есть и добротный силиконовый чехол. Хотя особо отмечу то, что в этой модели, конкретно P30 Pro, она практически не скользкая, из рук не выпрыгивает. Но то, что положили бампер, это конечно хорошо. Также есть наушники с разъемом Type-C. Обратите внимание, разъема для наушников в телефоне нет. Есть Type-C. Есть и одна фишка, еще помогающая очень сильно улучшить звук. Но я о ней расскажу чуть позже о особенностях. В комплекте зарядное устройство для быстрой зарядки. Конечно же кабель для зарядки, инструкции и документация. Комплект хороший, больше чем обычно. Действительно больше. Что касается внешнего вида телефона, смотрите, все очень красиво и интересно. Есть свои нюансы и особенности. Сверху у нас есть инфракрасный порт. Это для того, чтобы можно было управлять, например, кондиционером или телевизором или музыкальным центром. Программа на смартфон уже предустановлена. Рядом дополнительный микрофон. С правой стороны кнопка включения и кнопки громкости. Они удобно ложатся под большой палец правой руки. С левой стороны нет вообще ничего. Здесь и разъем для сим-карт. У меня версия, кстати, на 256, что тоже очень много. Разъем для проводного подключения наушников и зарядки. Конечно же, это Type-C. И разъем для динамика. Сам динамик громкий, но он только один. Второго динамика здесь нет даже разговорного. Знаете, как все работает? Здесь звук идет сквозь экран. То есть второго динамика нет. У нас монозвук хороший, но монозвук. А разговор происходит. Я по этому телефону много уже говорил, потому что здесь моя сим-карта стоит. Я им пользуюсь. На Кипр его брал. И все слышно хорошо. Звук не искажается. Собеседника слышим отлично. И конфиденциальность сохраняется. Нет такого, что люди рядом стоящие тоже слышат, о чем вы говорите. Так вот, заканчивая с внешним видом, расскажу еще, конечно же, о том, что очень красиво скошены края экрана. Они не скошены, точнее, а закруглены. Ложных нажатий опять же нет. Сколько пользуюсь, ни разу ничего случайно не нажал. И прямо в экран встроен сканер отпечатка пальцев. Как вы обратили, на задней спинке его нет. На задней спинке блок камер, который практически не выпирает из корпуса. Ну, чуть-чуть. Я видел намного худшую картину. Здесь все более-менее. И о камерах я расскажу вам чуть позже. Поделюсь своими впечатлениями. Я, конечно, даже поснимал под водой, так как телефон водостойкий. В телефоне установлен экран по технологии OLED. Органические светодиоды. Диагональ экрана почти 6,5 дюйма. В верхней части есть вырез. Но очень хорошо, что это OLED экран, потому что черный цвет. Если этот вырез, например, скрываем, как я и делаю, мы о нем просто забываем, его не видим. Просто от камеры справа и слева служебная информация. Время, зарядка аккумулятора и так далее. Все очень органично и красиво. Сверху просто рамочка будет чуть больше. Вырез вы можете не скрывать. Он тоже сильно бросаться не будет. В нем фронтальная камера. Сам дисплей имеет разрешение 2.340 на 1080. Он широкий 19,5 на 9. Плотность пикселей 398. Сертифицирован по HDR10. По дисплею вопросов вообще никаких не возникает. Экран очень сочный, очень яркий. Яркий именно запас по яркости у него большой. Даже на ярком солнце все очень хорошо читается. А я проверял его на ярком солнце. Конечно же, вы можете дисплей настроить под себя. Цветовую температуру экрана достаточно гибко настроить. Можете сделать более насыщенные, более спокойные цвета. Я делаю под свои глаза более спокойные. И очень приятно, прикольно, что экран именно скруглен. Никакого большого функционала это нам не дает. Но это просто приятно. Держишь в руке таких граней. Вот приятно сделали. Молодцы. Действительно молодцы. Экран полный зачет. Смартфон работает под управлением Android 9. Обновления, конечно, будут выходить еще несколько лет на своей собственной оболочке. И версия ее, опять же, номер 9.1. Оболочка очень гибкая. Ну, гибкая в том плане, что есть много фишек. Управление телефоном, например, можно сделать костяшкой пальца, разделить экран на два. Можно, например, поднести телефон к уху и совершить вызов. Это удобные функции, которыми я сам пользуюсь. Управление жестами, нарисовать костяшкой пальца какую-то букву. Гибкость высокая. И гибкость еще в том высокая, что, например, по умолчанию у нас только рабочие столы. У нас нет меню приложений. Но вы можете в настройках сделать меню приложений. Вы можете сделать больше или меньше ярлыки в настройке. Это та гибкость, за которую я люблю Android. Я пользуюсь большинством из этих функций. Что касается скорости работы, ну тут о процессоре сейчас еще поговорим. Hi, Silicon Kirin 980. Ребят, этот процессор, он очень хороший, потому что, когда я делал обзоры на прошлый Huawei P20, P20 Pro, где стояли 970 Kirin, мне не хватало его мощи в играх. Я об этом вам рассказывал, показывал. В 970 абсолютно без проблем. Я играю в тот же PUBG Mobile, он его тянет на максимальных настройках. Ни единой задержки, за сколько я играл, сколько я часов играл, ни единой, ни одного лага не было. И в этом плане Huawei, конечно, большие красавчики. В 980 я доволен полностью. Плюс оперативной памяти либо 6, либо 8 гигабайт, это более чем нужно. Запас очень большой. Что касается тестов, бетчмарков, то тот же Antutu бетчмарк набирает под 300 тысяч. А если включить еще производительный режим, все, что я говорю, это на обычном. Есть еще производительный, отдельно включается в настройках, там еще больше будет мощи. Но даже этой хватает с лихвой. Даже могу вот пример сказать, оболочка, вот про нее я рассказываю сейчас и вот перехожу в процессор. Оболочка очень быстрая. Я вижу такие нюансы, понимаете, ребят, например, когда экран разделен, я нажимаю кнопку разделения экрана и разделен экран на два. Даже вот это вот перелистывание, оно быстрее, чем в предыдущих моделях Huawei. Скорость работы телефона, она быстрее. Действительно, я эту разницу вижу и телефоном пользоваться приятно, отзывчивый, приятный. Я вот никогда не был фанатом Huawei, но сейчас мне то, что они делают, вот сейчас с 980 керенами, это полный зачет. Молодцы, больше других слов у меня нет. Поговорим о камерах. Здесь их целых 4. 40 мегапикселей плюс 20 мегапикселей плюс 8 мегапикселей. Это три основных камеры. Я сейчас расскажу, для чего они нужны и какие получаются снимки. И 32 мегапикселя камера фронтальная, которая на передней панели вот в этом маленьком островке вырезе. Поговорим сначала об основных. Здесь две вещи, которые мне действительно понравились и я ими пользуюсь. Первая, она может быть не столь важна, но вы ее оцените. Просто возможно, если вы даже пользуетесь таким телефоном, вы и не пользовались, обязательно попользуйтесь широкоугольной съемкой и фото и видео. Понимаете, это действительно здорово, когда обычный кадр и когда делаешь широкий кадр, у тебя просто, ну, значительно больше помещается в кадр и самое главное нет эффекта рыбьего глаза. Края не искажаются, мне эта функция очень нравится. Но основная фишка этого телефона это зум и он здесь божественный. Объясняю, показываю буквально примеры. Вы видите на экране, вы увидите это на экране, вы оригиналы можете посмотреть по ссылке под этим видео фотографии. Красивые солнечные фотографии из Кипра. Есть обычная камера, есть нажатием одной кнопки пятикратный оптический зум с оптической стабилизацией. Это уже очень хорошо то, что мы можем в пять раз без потери качества картинку приблизить. Она не искажается, она приятная, плавная. Вы можете снимать фото, вы можете делать видеозапись. Мы можем сделать, опять же, десятикратный зум. Он уже гибридный, не только оптический, но и цифровой. Но опять же, даже при десятикратном зуме мы можем разглядеть детали. Вы видите это на экране. Обычный, пятикратный и десятикратный. И это еще не все, есть запас. Тут, конечно, работает полностью цифровой зум до 50. Тут, конечно, нужно телефон зафиксировать, очень его сильно не двигать, но даже при таком чудовищном, особенно для мобильных телефонов, для смартфонов разрешении, мы не видим полную кашу. И это действительно круто. То есть, мы можем сильно приблизить с телефона картинку, рассмотреть какие-то детали. Я сделал огромное количество фотографий, с удовольствием вами делюсь. Пожалуйста, смотрите. Это очень круто, увлекательно и интересно. Что касается качества самих фотографий, мне единственное, что не понравилось, это то, что мы можем поставить либо 4 на 3, либо, соответственно, полный экран. Обращаю внимание, что все эти фишки, о которых я рассказываю, вот эти все зумы, они работают только если вы ставите не 40 мегапикселей, а поменьше, 10. Вот тогда у нас и зумы появляются, и широкоугольная съемка. А если вы хотите максимально выжать из камеры все, ставите 40 мегапикселей, просто точек больше, у вас просто картинка будет больше веса занимать. Ну и, конечно, можете поставить формат RAW. Здесь, конечно, он поддерживается. Либо вы можете просто залезть в профессиональные настройки, поставить 40 мегапикселей и под себя уже прям вот такой удобный ползуночек сделать все, что вы хотите. Но поиграться с зумом нужно на 10 мегапикселях. Что касается видеосъемки. Смартфон, конечно, позволяет записывать видео в 4К, правда только 30 фпс. Позволяет записывать видео в Full HD, также качестве, разумеется. Здесь уже можно поставить 60 фпс. Мне показалось, качество видео очень даже неплохим. Опять же, оцените сами, посмотрите оригиналы. Отмечу особо, что можно не только делать фотографии с широким углом. Вот это действительно удобно. Притом это даже, это работает и на 4х3 и на широком вытянутом экране 19.5х9. Но вы можете, разумеется, делать и видеозаписи. Единственное, какой нюанс при широкоугольной видеозаписи в темноте не очень хорошо будет снимать. Единственное, вот, наверное, то, что мне не понравилось в камерах. Единственное. Но ставите обычный угол, обычное и все отлично. Камера справляется хорошо. И еще несколько слов о съемках в полной темноте. У меня получается, на, притом отмечу, на автонастройках, если я поставлю режим ночь, то картинка будет просто божественная, вообще, по-моему, без шумов. Это настолько круто, что можно любоваться долго картинкой, сделанной с обычным режимом на этот телефон, фоторежим. И можно сделать режим ночь, сделать тот же кадр и картинка будет совершенно другой, намного более красивой. небо будет прям звездой видно. Это реально очень круто. В темноте он снимает великолепно просто. Поговорим о фишках этого телефона. Здесь их действительно много. А часть из них я уже рассказал, но подведем итоги, потому что рассказать есть о чем. Начну, наверное, с таких специфичных, которые не каждый владелец даже телефона на них внимание обратит, но они реально полезные. Например, уведомления на заблокированном экране. И даже не уведомления правильнее назвать, а часы. Они здесь есть и это удобно. Разумеется, мы можем настроить, когда они отображаются, потому что это OLED-дисплей и энергии это практически не тратят. Вторая фишка, я начинаю так, по степени нужности и заметности. Dolby Atmos. Это вроде и, кто-то скажет, это всего лишь улучшатель звука. Но, ребята, в прошлых поколениях того же Huawei он работал только на проводных наушниках. На беспроводных он не работал. Так как я много времени слушаю и беспроводные наушники хорошего качества, то я теперь оценил, когда эту функцию включаешь, она работает теперь и по Bluetooth. И качество звука очень высокое. Что по проводным наушникам, если через Type-C, разумеется, мы используем, что по Bluetooth. Включайте эту функцию, не забывайте. Она реально помогает улучшить качество звука. Фишек много. И, конечно, мне очень хочется похвалить Huawei за реализацию возможности съемки под водой. Я снял много видео с этого телефона в разных режимах, и широкоугольную обычную съемку. Снимал в бассейне. И мне очень понравилось, что камера, похоже, обработана каким-то специальным составом, потому что, когда телефон прямо окунаешь под воду, поднимаешь, то нет никаких мельчайших даже капель. Все очень органично. Погружение под воду. Достаешь телефон из воды. Продолжаешь снимать. Очень удобно. То есть ты не паришься. Поставил видео и сколько хочешь его двигаешь. Раньше просто такого не было, когда я тестировал до стойки телефона. Сейчас это очень хорошо работает. Единственный нюанс. После того, как вы по-пользованию с телефоном под водой, вы тщательно дайте ему просохнуть. Потому что динамик может быть тихим. А потом просыхает через час, через два. И все. Полный порядок. Динамик такой же громкий, как и был. Следующая фишка. Это интересная. Вы можете заряжать другие устройства. Так как здесь есть, конечно, беспроводная зарядка. Вы можете заряжать свой телефон от беспроводной станции. И вы можете делиться энергией батареи. Вот о батарее сейчас, кстати, и поговорим. С другими устройствами. Заряжать. Функция обратной зарядки здесь есть. И это здорово. Ну и переходим тогда к батарее. Батарея это одна из также сильных сторон этого телефона. Потому что емкость батареи 4200 мАч. Это очень много. Даже для современного телефона. И особенно для флагмана. Это очень хороший показатель. Это тот телефон. Напомню, я им пользуюсь. Здесь мои приложения. Ватсап. Поставил разные там игрушечки. Что-то. То, что мне нужно. Программы, которыми я пользуюсь. И я, кстати, еще сниму и опыт использования. Чуть позже. Я с ним еще похожу. Мне даже не хочется его возвращать. Потому что вот батарея. Ребята, то есть при активном использовании. При активном использовании. Здесь остается около 40-50% заряда к вечеру. По-моему, самый низкий показатель. Вдумайтесь. Это было у меня там 37 или 38%. К вечеру. Это очень много. Много. Это очень много. Время работы от батареи. Я имею в виду очень большое. Это длительное, очень длительное время работы от батареи. Несколько причин тому. Во-первых, это OLED-дисплей. Потому что, когда воспроизводится черный цвет на экране, то энергия практически не тратится. Пиксели, грубо говоря, не работают органически. Это поэтому, конечно, лучше ставить какую-то темную тему. Но вот сейчас у меня стоит светлая. Это, конечно же, оптимизация. Все-таки 980 Kirin, которую я всячески хвалю. И есть за что хвалить. Я вижу эту разницу по сравнению с прошлым поколением того же Hasiliken. И, конечно, версия Android 9 и версия 9.1 оболочки EMI. Вот это три причины. Большая емкость батареи, оптимизация. И, конечно, сама версия Android и приложение. Вот это три причины, которые позволяют телефону работать очень долго. Подводим итоги. Ребята, что понравилось, что не понравилось. Ну, точнее, что не понравилось в чистом виде практически нет. Это придирки, наверное, чистой воды. Это то, что если мы снимаем видео, не фото. Еще раз отмечу. Фото широкоугольные получаются также хорошими. Не такими хорошими, как при обычной камере. Но все-таки в ночное время суток конкретно. Здесь, если вы снимаете видео широкоугольное, ночью получается не так хорошо, как с основной камеры. Это может быть отсутствие стерео. Но тут просто вот динамика нет. Только один динамик. Да и, в принципе, все. Потому что все остальное, вот куда вот ни возьмись, процессор, экран. Ну, попридираться, может быть, можно то, что он маркий. Ну, тут как плата за красоту. Стеклянная красивая крышка. Просто отпечатки пальцев она также собирает. Ну, я носил в основном его в бампере, честно говоря. Лишний раз, знаете, защита не помешает. В бампере совершенно ничего не видно. Куда вот ни ткни все остальное, все очень хорошо. На очень высоком уровне. И процессор, и время работы от батареи. И качество фото, качество видео, и качество экрана. И все есть, вообще все. И беспроводная зарядка, оптическая стабилизация. То есть, ребята, это такой мультимедийный комбайн. И еще раз отмечу, очень быстрый. Что бы я с ним ни делал, ни единого подлагивания. Вот как втопил педаль пола в машине, например. Едешь на полной скорости. Что бы ни происходило. В гору едешь, там, груженый, не груженый. Тащит. Вот именно про этот телефон я могу сказать. Вывод делайте сами. Рассказал вам по максимуму плюсы, минусы, особенности. Все, что в нем есть. Если нравится то, что я делаю, ставьте лайк. Не нравится – дизлайк. Но лайк, конечно, лучше. Подписывайтесь на канал. Всегда много интересного.